Почти 50 школьников из 19 образовательных учреждений района приняли участие в конкурсе «Я выбираю ответственность». Организаторами мероприятия стали специалисты отдела по делам несовершеннолетних администрации района. Творческое состязание завершилось 31 октября. В течение месяца учащиеся трудились на заданной теме в трех номинациях – информационно-просветительская, наглядная агитация и поддержить тех, кому тяжело. В числе образовательных учреждений, принявших участие в конкурсе – 8-я коррекционная школа. Это одна из наших конкурсных работ. Это, на первый взгляд, кажется мама, держащая за руки ребенка. Но на самом деле можно обратить внимание, что нет лица. А лица нет только у обереговых кукол. Так вот, у славян раньше в каждом доме считалось необходимостью иметь такую обереговую куклу. Эта кукла называлась кукла-ведучка. Она символизирует мать, ведущую по трудностям жизни своего ребенка, поддерживающая во все тяготы, во все невзгоды и защищающая от разных непогод, касающихся как личных каких-то переживаний, так и окружающих. Так что вот такую замечательную куклу мы представили на этот конкурс. Лучшие плакаты, рисунки и поделки, выполненные руками детей, были представлены в выставочном зале, где состоялась торжественная церемония награждения победителей. Ее провели начальник управления образования Александр Захарин и руководитель отдела по делам несовершеннолетних Елена Трошина. Они поздравили участников конкурса с победой и вручили детям заслуженные награды, грамоты и подарки. Как отметили организаторы мероприятия, основная цель конкурса – это формирование правового сознания, развитие творческих способностей и социальных инициатив у несовершеннолетних. Этот конкурс, прежде всего, он традиционен для Лабинского района. Проводит его комиссия по делам несовершеннолетних. Мы принимаем участие, но стараемся содействовать. Конкурс очень важен с точки зрения профилактики. Почему? Потому что сейчас, как никогда, на всех уровнях – региональном, федеральном, муниципальном – стоит вопрос очень актуальный о профилактике правонарушений, преступлений, совершенными детьми. И поэтому такие конкурсы детям помогают разобраться, прежде всего, в том, какие виды правонарушений подлежат административному наказанию, какие уголовному. Поэтому такие конкурсы позволяют детям ориентироваться в том, что может способствовать тому, чтобы не допустить правонарушения ребенка. И поэтому мы стараемся также активно вовлекать в этот конкурс наших детей. Потому что главная сейчас задача стоит, пожалуй, на всех уровнях – это все-таки как можно меньше допускать правонарушений со стороны детей. А в этом можем помочь, прежде всего, мы, взрослые. Поэтому мы и организовываем этот конкурс. Мы, я имею в виду, комиссия по делам несуществолетних и учителя. И, конечно, увлекаем детей подобные конкурсы. Это не первый, как бы, и не последний. У нас много разных мероприятий проводятся. Ну и вторая, как бы, цель преследуется – это занятость все-таки детей. То есть, когда дети участвуют в конкурсах, готовятся к конкурсу, помимо школы, там, в секциях спортивных каких-то принимают участие, в культурных кружках, это все, конечно, их отвлекает от улицы. Для нас это самое главное.